День космонавтики Давай устроим завтрак такой космический и со скоростью света отправимся вот-вот туда, вот прям к столу Ну или хотя бы со скоростью с нашей Итак, мы начинаем этот день вместе с вами Если вы собираетесь завтракать, то самый момент, он наступил Хороший завтрак Друзья, мы готовы устроить для вас хороший завтрак Завтрак, как у настоящих космонавтов Космонавты, совершенно точно подтвержденный факт, любят и употребляют там в космосе настоящий творог и фрукты Но у нас будет творог, зелень, овощ, огурец, это же овощ? Я думаю, да, как хочешь так и называй, огурец просто И у нас будут вот такие вот космические порции Почему мы используем тарталетки эти? Да все потому, что, Паша, только вдумайся Вот ты сейчас в космосе Допустим Откусываешь бутерброд А у тебя хлеб, понимаешь, крошечки Вот они же... Разлетелись они везде, как у меня на кровати Да, поэтому вот такие маленькие порции Приветствуются и готовятся вот такие завтраки Мы будем готовить сейчас начинку для этих тарталеток сметана Далее зелень, ее мы мелко-мелко крошим Режем огурец, давай огурцом займусь я Все это мы перемешаем И не удивляйтесь, да, сметана и творог прекрасно сочетаются с овощами, с зеленью И можно даже подсолить Будет очень вкусно Ты ел куда-нибудь несладкий творог? Нет, я не ел никогда несладкий творог И я, честно говоря, сейчас все сильнее удивляюсь Ну вот, говорим мы сегодня о космосе Отмечаем День космонавтики Юль, когда-то ты вообще летала? Хотя бы, ну, на самолетах Я? Да Ой, ну вообще я очень боюсь летать Я тебе скажу, что случился в моей жизни такой опыт однажды Просто недавно в Краснодаре появился авиасимулятор И в этом авиасимуляторе можно почувствовать Да что я тебе буду рассказывать, Пашенька Я там такого почувствовала Сейчас мы вместе посмотрим А потом продолжим разговаривать об этом А мне летать, а мне летать охота И теперь такая возможность есть не только у меня Недавно в Краснодаре открылся уникальный авиасимулятор Boeing 737NG Он идентичен тем, на которых обучают настоящих пилотов самолета Это очень волнительно Я все-таки девушка Но я же смелых, поэтому полетели Ощущение полного погружения начинается уже со ступенек мини-трапа А когда тебя встречает настоящий пилот в форме, начинается легкое волнение Так как вы первый раз, я небольшой инструктаж проведу Небольшой? Мне кажется, нужен очень большой инструктаж Для того, чтобы начать управлять, первым делом нужно сесть удобно Возьмите с левой рукой за ручечку, как делаю я Правой рукой нажмите вот этот ручечочек вверх И теперь двигайте кресло на меня и вперед Основной орган управления самолетом это штурвал Принцип очень простой Смотрите, я поворачиваю влево, синхронно у вас поворачивается При этом самолет сделает левый крен И начнет разворачиваться налево Сколько мне уготовано узнать буквально за 10 минут, я и представить не могла Нажмете вот эту кнопочку С этим понятно? Авиасимулятор в точности повторяет кабину Боинга Поэтому от одного вида кнопок, рычагов и датчиков кружится голова Не говоря уже о количестве информации Мы выбрали аэропорт Сочи Мамочки! Есть flight mode computer, FMC называется Который помогает пилотам и рассчитывает параметры полета Сюда мы вносим четырехбуквенные коды КАУ Сочи Следующее, что вам понадобится Это нужно все запомнить вот так вот сразу Ну сейчас вам зачем запоминать все? Вы просто слушаете? Хорошо Чтобы хоть малейшее представление иметь Стаж Сергея Колотухина равен моему возрасту Этот факт, его обаяние и уверенность в том, что у меня получится управлять Пусть не настоящим, но все-таки самолетом Позволили мне не покинуть кабину Ну вы же будете меня консультировать? Конечно Вы же не бросите меня в этом сложном полете? Нет, обязательно буду консультировать Хорошо, что у нас пассажиры только оперантеры Мы к взлету готовы Теперь вся процедура за вами Берем левую ручку на штурвал Слевую В процессе разбега, когда я вам скажу Ротейт, будете тянуть штурвал на себя Виван Ротейт Тянем? Да ладно! Тянем, 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 отлично Так быстро Тянем, тянем, зафиксировали В базе данных авиасимулятора маршруты со всего мира За один час пребывания можно успеть вылететь и вернуться, например, в Сочи и Лос-Анджелес Это капец, что делать? Да ничего, лететь Все у вас отлично Отлично Хорошо мы летим Это турбулентность Конечно, я поняла, когда пилот делает не так, говорят, что турбулентность Это же мы над водой же ведь летим Тренажер воспроизводит максимальную к реальности обстановку, учитывая особенности горной, водной местности, а также время суток полета И ведь главное, нельзя сбежать, вот уже хочется, а нельзя Все, четко, полоса прямо перед вами Теперь все зависит от вас, будем мы дальше жить или нет Главное, что полоса-то ровно впереди Помогайте мне Сели Посмотрите, вы прямо по центру полосы рулите Такое впечатление, что вы где-то уже летали и просто скрываете Остановились Сергей, можно я вам поаплодирую? Это я вам поаплодирую Ина, молодец Для первого раза супер посадкой Вы остановились прямо в центре полосы Господи, мне хочется вас обнять У вас очень красиво все получилось Нет, правда, я же не трогал штурвал Помогаю людям бороться с аэрофобией Помогаю почувствовать им уверенность в себе Вы же с первой минуты немножко робко себя чувствовали А в конце очень замечательно вы выполнили Действительно, главное, чтобы стало понятно, что это все возможно Мне понравилось с вами летать Пока До встречи Можно всю жизнь мечтать, а можно однажды решиться и сделать И попробовать испытать здесь на Земле, что же там происходит, на небе И кто знает, может быть, однажды мы встретимся на борту Хотя это не точно Ох, да, Пашенька, такие эмоции Я не забуду это никогда Я не знаю, как люди в космос летают Тут в одном авиасимуляторе, знаешь, уже достаточно эмоций Слушай, Юль, ну это очень круто Ты очень смелая И в космос, я так понимаю, ты не планируешь У тебя очень много начинки получалось А мне мало А я люблю очень много Ну, можно их совместить вот так Вот такой космический завтрак Давай напомним, что мы сделали Творог, сметана, зелень, огурцы посолили Да, да, посолили и вот в тарталетке такие космические порции И прямо сейчас будем пробовать А самое интересное, что даже Настроение космическое Да, да И снится нам не ровно Ой, Паш, подожди, не пой, ешь Сейчас придут ребята, которые споют и прижим Причем вот так Нормально споют Где музыка души и сырных дел искусства Сливаются в чарующий союз Рождается из нежности и вкуса Неповторимый сыр Кубанский блюз Упругая маслянистая мякоть Тонкие голубые прожилки Яркий, интригующий вкус И изысканный аромат Сыр Кубанский блюз Наслаждение в каждом кусочке Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы летим орбитами, путями неизбитыми Прошив метеоритами простор Оправдан риск и мужество Космическая музыка Взрывает деловой наш разговор И словно в дымке матовой земля В иллюминаторе вечерняя и ранняя заря А сын грусти до матери А сын грусти до матери Ждет сына мать, а сыновей земля И снится нам не рог от космодрома Не эта ледяная синева Вместе с телезрителями И снится нам не рог от космодрома Не эта ледяная синева А снится нам не рог от космодрома Не эта ледяная синева А снится нам дрова, дрова у дома Зеленая, зеленая дрова Невероятно, друзья! Кавер-бэнд Укроп сегодня вместе с нами в утренней студии Огромное спасибо! Привет! 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 Взрывайте этой космической энергетикой сегодня! Так, сегодня же день космонавти Конечно! Ребята, а вы вообще любой кавер можете перепеть? Любой! Вот прям по заявкам? Ну, можно буквально, вот даете нам 3 минуты И 10 песен готово Потрясающе! А какой был самый такой странный заказ? Вот вообще, который даже не планировали перепевать Было такое? Мой приятель Студент А за мной повеса Потрясающе! Потрясающе! Мальчики, у меня девчачий вопрос А почему нет девочек укрот? Ты здорово смотришься, между прочим Вот я вот тоже думаю Ну, у нас так получилось, что изначально мы собирали парней И довольно-таки не этим составом А может вы боитесь, что ваши девочки будут ревновать? Ну, может, вы имеете в виду внизу Ваши жены и подруги Ну, это тоже может быть, да Ладно, раскусили, ладно, хорошо Не будем разрушать атмосферу И вопрос такой Вот на разогреве обычно кто-нибудь выступает, да? Ну да, молодые группы обычно выступают Да, у нас на разогреве Ну вы-то крутые, да? Только пока не все об этом знают Кто бы вы хотели, чтобы выступил у вас на разогреве? Из известных О, ну конечно, Мару Павел Ну да, почему нет Она из наших, Ленинград, конечно Почему бы нет? Мне кажется, Бузова классная О! Отлично! Ну, пока мы Бузовой передаем это сообщение Я предлагаю не останавливаться, а продолжать полет Спорете еще? Конечно! Как говорится Еее! Кабермен! Уху! Мы живем, да, на казачьей земле Это значит казачья песня Пусть пуля просвистела Грудь попала мне Спасся я в степи На лихом коне Но шашкою меня Комиссар достал Покачнулся я И с коня упал Эй, гой, да конь мой вороной Эй, да престальной Эй, да густой туман Эй, ой, да батька Атаман Да батька Атаман Ой, на одной ноге Я пришел с войны Привязал коня Сел я у жены Но часу не прошло Комиссар пришел Отвязал коня И жену вел Эй, да густой туман Эй, ой, да батька Атаман Да батька Атаман Да батька Атаман Эй, кайвербент Укроп Сегодня день космонавтики у нас Давай в ней настроение Если вы пропустили интервью Пересмотрите его на сайте Кубань24.tv Ну а далее факты, факты спорт, погода Возвращаемся в нашу студию Вы можете вместе с нами побывать на МКС, друзья Не переключайтесь Доброе утро Вы смотрите Хорошее утро И мы такие хорошие ведущие Готовы поделиться с вами интересными новостями И отправиться прямо даже в космос Потому что сегодня день космонавтики Да, это информация для тех, кто только проснулся Еще не успел взглянуть на календарь Юлия Смелых И Павел Моисеенко здесь в студии Хорошее утро, друзья И это не все 1975 год, друзья В этот день официально был подтвержден феномен Экспериментальным образом был подтвержден Феномен осознанных сновидений Осознанных сновидений Осознанные сновидения, Павел Это такое состояние, когда ты спишь Но при этом понимаешь, что тебе снится сон То есть бюджетный вариант в виртуальной реальности Ну, можно и так сказать И самое интересное, что всем этим можно управлять Существуют определенные методики, техники Которыми можно натренировать этот навык И будут сны нормальные, не как у меня Крыжу со мной, собака какая-то гонится Не рассказывай про свои сны Ты можешь, например, во сне отрабатывать некоторые проблемы Ну, вот волнуешься, ты о чем-то боишься Например, ну, на работу не примут тебя Или экзамен какой-нибудь сдаешь А ты это все, значит, во сне прорабатываешь Все там у тебя хорошо И ты просыпаешься уверенный, что все у тебя получится То есть если мой коллега пошутил надо мной Я ему в реальной жизни не успел ответить остроумно Я же переживаю перед сном Всегда я продумаю, как я мог ему ответить В сне, да, можешь, можешь, Паша В общем, спите крепко, просыпайтесь бодро И мы предлагаем вам сейчас вдохновиться тем, что выходные можно провести совсем не скучно И вы там точно не заснете А как можно заснуть на концерте, где оперная дива С голосом сопрано поет итальянские арии из опер Хиты сан Рэмо Остается только влюбиться Тем более, что концерт называется Вот прямо так большими буквами написано Такая большая любовь Друзья, все очень просто Желающие пойти на этот концерт Пишут нам сообщение на номер, который вы прямо сейчас видите на вашем экране 8-988-312-15-15 И первые пять счастливчиков получат эти билеты А те, кто уже выиграл билеты в предыдущих наших программах Не забудьте их забрать А то придется нам... А то мы пойдем, Паша, да, и еще всю семью заберем Так что, ребят, давайте там как-то, ух, активизируйтесь Ну что ж, друзья, продолжается это утро Продолжаем поздравлять всех Космическое утро Космическая энергетика, между прочим И, друзья, приходят нам, во-первых, будильники, которые помогают нам проснуться и вам проснуться И такой замечательный, невероятный привет к нам пришел С веленского масштаба Павел, уже отправляйся к экрану, друзья Да сложно сдержать эмоции Пришел ни откуда-то, ни из станицы, ни из села, ни из города Из космоса к нам пришел С Международной космической станции Давайте поскорее посмотрим Для нас особенная честь Отмечать этот день в космосе На борту Международной космической станции Мы уверены, что совсем скоро Человечество выйдет За пределы оклоземной орбиты И мы полетим дальше Мы создадим обитаемую станцию На поверхности Луны И ступим на Марс Мы совершим еще много великих открытий Открытий, которые будут помогать всем То живет на Земле И делает жизнь комфортной и безопасной Друзья, с праздником Отличного настроения И новых космических высот Друзья, Антон Шкаплеров Герой Российской Федерации Космонавт-испытатель 2-го класса Командир экипажа Был сейчас перед вами И также его коллега Напарник-летчик-космонавт Герой Российской Федерации Олег Артемьев Огромное спасибо нашим космонавтам Которые в данный момент находятся на космической орбите Друзья, это невероятно Присылайте и вы ваши приветы Ваши будильники Ваши поздравления На вот те адреса Которые вы прямо сейчас видите на экране Это наша группа ВКонтакте Это наш электронный адрес И наш телефон Ватсап Это действительно удивительно У меня прямо мурашки бегут Это же как здорово Что до студии хорошего утра Даже из космоса прилетают поздравления Это же понимаешь Получается, что любые существа нашей вселенной Могут отправлять к нам свои приветы и поздравления Да, и Светлана Владимировна в том числе Принимает поздравления Не только со всех уголков нашей родины Нашей планеты Но и из космоса Ей слово передаем Спасибо за поздравления Обязательно передадим всем привет И еще звоните Спасибо Доброе утро, мои дорогие, любимые Самые-близ самые красивые зрители Хорошее утро Я поздравляю всех космонавтов Вообще всех, кто в детстве мечтал выходить в открытый космос И вообще нас всех, кто смотрит в небо Давайте чаще поднимать голову И смотреть на звезды Ну и, конечно же, смотреть Хорошее утро В котором есть много ваших писем И начать хочется с праздника Который пришел в Хорошее утро сегодня На год красивее и умнее стала наша любимая Полина Копленкова Мы все ее спешим поздравить Давайте смотреть Поля, поздравляю тебя с днем рождения Сына прекрасного колена ты родила Дерево недавно посадила Теперь тебе можно делать все, что хочешь Мечтай, люби, твори, путешествуй И самое главное, конечно, введи афишу Каждую среду не забывай А почему не подготовили? Ой, Полиночка, дорогая, у тебя же день рождения Мы тебя поздравляем Мы тебя очень любим Мы тебе желаем сохранить свое женское счастье Которого тебя много Чтобы было с каждым днем, с каждым годом еще больше и больше И делись им с нами С днем варенья тебя, Полинка С днем рождения, дорогая Прекрасно Полиночка, наша ты радость И солнце наше Таких людей, как ты, единицы А находиться с тобой в компании и работать Это одно удовольствие Спасибо за то, что ты есть Желаю тебе благополучия, стабильности, мудрости Хороших идей и творчества И самое главное, здоровья и тебе, и твоим близким Ну а это еще не все праздники, которые радуют нас 12 апреля Наш друг, самый лучший режиссер на планете Алексей Сопов Который сейчас, кстати, выдает этот эфир Тоже отмечает сегодня день рождения Лешечка, мой золотой, с праздником И тебя спешит поздравить твои коллеги Давайте посмотрим Дорогой Леша Поздравляем тебя С Днем рождения Любви Много денег И Все Лешечка, с днем рождения Мы тебя очень любим С тобой всегда комфортно и уютно Ты честный, порядочный Вообще ты прекрасный И вообще ты такой еще и красивый В общем, еще и отличный профессионал Здоровья тебе и твоим близким Спасибо, что ты с нами Далее Таран Анастасию Поздравляют бабушка Вера И дедушка Федя Арбузовы Сегодня Настеньке исполняется 18 лет Давайте послушаем пожелания от бабушки Веры Ну что, окончила она Хорошего 11 класса В благодарность Она у нас молодец Не разболтана девочка Здоровья ей Любим ее И она как раз плачет все Любим Она у нас умница такая Вот Здоровья ей И счастье, чтобы было И 11 классов закончила С благодарностью И Она хочет пойти Учиться в университет Дай Бог, чтобы она поступила у нас Она у нас хорошенькая девочка Прекрасно Ну бабушка Вера Ну не плачьте Прекрасный же повод сегодня в вашей семье Настенька Всего тебе самого хорошего Обязательно поступи в университет И радуй своих бабушку и дедушку С днем рождения И удачи Далее У нас на связи Наша постоянная Радостью в глазах Песнями котов Как же это все Долго ждали мы В жутких холодах Затяжной зимы И теперь нам вновь Хочется летать Всех вокруг любить Всех вокруг прощать Прекрасно Елена Действительно хочется Всех вокруг любить Спасибо за прекрасные стихи Спасибо, что начинаете Каждое утро с нами А мы с вашими стихами Пишите еще Ну и конечно же Каждый день Мы ждем писем От нашего красногорского космонавта Человека явно Который ежедневно Парит в облаках Это наш постоянный телезритель Вань Калашин Здравствуйте Светлана Владимировна И все красавицы и мужики Здравствуйте Ну и для тех Кто вдруг забыл Как сильно любит Иван Лашин свою родину Вот вам признание В любви для нашей страны Россия родина моя Я говорить готов всегда Тому кто спорит Ты откуда вот такой Родился здесь И здесь живу Россию матушку люблю Своей всей простой И русской друг душой Всю не объездил в жизни я Но есть любимые места Где детство мое пробегало Где друзья Где годы школьные все шли И так хотелось подрасти И сделать пользу Сделать чисто что-то для страны Я сделал все Что должен был И что от Бога получил Я отдаю талантам Всем своим всегда Все людям отдаю душой Тебе России дорогой Все отдаю Что есть во мне Страна сполна Иван Ну спасибо Опять про Россию Опять прямо в душу Спасибо Пишите еще Друзья И вы продолжайте Поздравлять своих родных И близких Передавайте привет И присылайте видео Аудио поздравления Все покажем Всех поздравим Всем хорошего дня Люблю вас ученю Я тебя обнимаю Крепко-крепко Ну прекрасные поздравления Самое приятное Что и прямо сейчас Нужно продолжить И осуществить Друзья Сегодня день рождения Сейчас будем подробнее Давайте ее уже встречать Полина Копленкова у нас В гостях Привет Полина Фокус Смотри Это цветы День рождения Как приятно Начинать С тот значимый Для себя день На работе На любимой работе Да еще И в компании Таких прекрасных людей Такого прекрасного букета Спасибо Мы тебе желаем Все время такого вдохновения Красоты Конечно же Семейного благополучия Мы тебя очень любим Спасибо Спасибо Спасибо, ребята Ну а Ты же не отправишь Я, собственно Не только для этого пришла У нас же есть еще один именинник Юрий Куклачев сегодня родился И не только И не только Режиссер нашей программы Алексей Сопов Можно даже прямо сейчас Вот он Юша Мы тебя любим С днем рождения Ох Ну а теперь Собственно Можно и к делу Да Я не только За поздравлением пришла О кино же хочу рассказать Можно я букетик Правда здесь оставлю Он твой Я помню Почему-то фильмов О моем дне рождения И о космосе К сегодняшнему дню Не сняли Но я думаю Что нашему По крайней мере Российскому кинематографу Это можно просить Потому что в прошлом году Целых два фильма О космосе было Время первых Салют семь Но более того В этом 2018 году Говорят Что выйдет новый русский фильм Марсианин Он совершенно удивительным образом Созвучен с марсианином Американским Которым выходил в 2015 году Снял Варидли Скотт И у них даже сюжет Практически одинаковый Но Это они у нас украины Аниме украины Да Потому что на тот 2015 год Наш сюжет Наш сценарий Уже был написан Даже наши киношники Судились с ними Но правда Ничего добиться не смогли Но поэтому Когда выйдет наш Российский марсианин Мы все равно Пойдем его смотреть Пойдем То есть мы увидим Бюджетную версию Там будет робот Чапаев Представляете Ради этого Будет Маконахи Слушайте Можно сходить Что еще посмотреть Расскажи Друзья Ну весна идет В полном разгаре На улице тепло Это значит Что кинопроизводителям Приходится все сильнее Изощряться Для того чтобы заманить Зрителей в кинотеатры На фильмы Какие киноуловки Ждут нас на этой неделе Давайте разбираться вместе Ну что ж Во-первых Кинг-Конг Жил, жив И будет жить Это доказывает Новый лохматый Рычащий Фантастический блокбастер С мировой суперзвездой Дуэнэм Джонсоном В главной роли А еще там есть Выросшие в результате Генетических экспериментов Огромные Горилла Волк и крокодил С помощью этих мутантов Создатели намерены Пробудить в зрителях Генетически заложенный Первобытный страх Кто-то называет Подобные ленты Примитивными Но это так Лишь отчасти Да, ленты о животных Обычно проще сюжетно Однако Они порой пробуждают Более сложные эмоции Эти жуткие создания Обозывают страх И сопереживание им Одновременно И хотя Фильм Брэта Пейтона Снят В первую очередь Чтобы развлечь публику Поводы для размышления Он безусловно дает Он был два метра ростом И весил 220 килограммов Джордж, ты как, приятель? Тебе страшно? Ничего А утром 2.70 И почти полтонны Чикаго нужно эвакуировать Джордж не хотел этого Они убьют его Я не допущу этого Джордж! Ну а далее Расскажу вам А куда более милых созданиях Семейный мультфильм Славные пташки Это малобюджетная Но от этого не менее Привлекательная Исландско-бельгийская лента О том, как птички Летят зимовать на юг Но если копать глубже Темы там поднимаются Куда более серьезные Такие как травма От столкновения со смертью Или рассуждения о том Что даже если близких нет рядом Ты не одинок Есть и легкая любовная линия Там поэтому рейтинг 6 плюс Это неформально Славные пташки Это не для детсадовцев А скорее для деток постарше Разумеется, сложные проблемы Далеко не все, что есть в мультфильме Хватает там и беззаботных красок И легкого юмора А еще, если вы насмотренный И внимательный зритель То заметите много ассоциаций С другими мультфильмами Например, сам сюжет Похож на смесь Короля льва С приключениями Пингвиньонка Лоло Ну и кто завтра Тут будет охотиться на вас Понял? Мы приготовим для него ловушку Только нужна подходящая приманка А когда горш попадется в нее Упс Я устрою ему жаркий прием Лучше без приманки Ну и ладно Ну и ладно Ну и ладно Ну и хорошо Славные пташки Ладно Ну и ладно Ну и ладно Сходим посмотрим Обязательно Ну и ладно Человек любит животных Он может посмотреть На как горилла крушит город И как вот славные пташки Птички развлекают детей Ну что ж Родителям блокбастер Детям мультфильма А что же смотреть старшеклассникам И студентам Для них кинопрокатчики Приготовили тематическую комедию Зачетный препод 3 Первая ее часть вышла 5 лет назад И стала одной из самых кассовых Картин Германии За всю историю Поэтому никто не сомневался Что будет продолжение Для тех, кто первую часть не смотрел Объясню В этом кино Красавчик Элиас М. Барек Играет бывшего преступника Который встал на путь истины И теперь трудится учителем Эдакий наш физрук Чтоб вы понимали В третьей части Зачетный препод Окончательно трансформировался В законопослушного гражданина И его прошлое Больше не напоминает о себе Теперь в центре сюжета Оказывается Именно ученики Которым предстоит пройти Свой собственный путь И превратится в полноценных Членов общества А сквозь призму Не самого интеллектуального юмора В этом кино Можно рассмотреть Такие серьезные темы Как подростковая травля И суицид Поэтому если у вас Нет аллергии на шутки Ниже пояса То сможете И посмеяться И подумать Ситуация критическая У нас всего 4 недели Или мы все мобилизуемся Или нашу школу прикроют А выходное пособие будет? Прыгай уже Сейчас телефон сдохнет Самая большая проблема Треклятый ЕГЭ для старшеклассников Им надо набрать проходной бал Что? Вы же говорили, что это необязательно Так нечестно Я в отличники не нанимался Сами сдавайте свой экзамен Зачетный препод 3 Ну что ж Вот такое вот кино на этой неделе Смотрите вы или нет Решать вам Главное Каждое утро смотрите нашу программу Я возвращаюсь к своим цветочкам Спасибо, Полина Вспомни, что у тебя сегодня не нравится И препод зачетный И Полина у нас зачетная Это точно, совершенно Друзья Ну а далее факты Факты спорт, погода После этого возвращаемся в нашу студию И вы узнаете Что еще до полета Юрия Гагарина в космос В Краснодаре уже наблюдали за полетами Космических объектов А мы пока с полиной чайку попьем Доброе утро, дорогие Вы смотрите Хорошее утро Сегодня 12 апреля И мы все время говорим сегодня о космосе Так что продолжается полет В компании Павла Моисенко И Юлия и Смелых, друзья Заряжаемся положительной энергетикой Здесь в студии Хорошее утро Просыпаемся поскорее И космические эмоции друг другу дарим Ну а мы хотели бы сказать О добром деле Который вы можете вместе с нами сделать Дело в том, что 20 апреля состоится День донора И накануне, 19 апреля Наша команда Хорошего утра пойдет сдавать кровь И вас мы тоже приглашаем присоединиться к нам Мы, конечно, сообщим, в какое время И где именно состоится эта встреча Просто отметить для себя это число 19 апреля можно стать донором А 20-го отмечать этот праздник Ну, конечно же, как лучше всего отметить День донора Стать донором, я согласен Итак, друзья, возвращаемся к космосу И готовясь к этой передаче, я решил узнать Какая же погода в космосе-то, а? У нас-то погода хорошая, а в космосе-то она какая? И я вбил в поисковики И мне сразу выдало очень много погодных сайтов С погодой в космосе Дело в том, что сейчас в космосе плюс 5 По ощущениям плюс 2 Ветер 4 метра в секунду Западная влажность 28% Ты точно в том интернете, в котором все еще В том интернете, да И мне показалось странно Зачем тогда скафандры космонавтам Выяснилось, что космос это населенный пункт в Ярославской области Есть, кстати, космос села в Казахстане, в Тверской области В общем, на самом деле в космосе, насколько я знаю, минус 270 градусов по Цельсию Хорошо, что мы не в космосе Хорошо, да, и сейчас нам Маша это подтвердит Мария Грай уже в студии Доброе утро, ребятушки, доброе утро, друзья Привет, привет, привет Солнечное прекрасное утро У нас теплее, чем в космосе И в том, и в том Ой, намного теплее, Паша У нас просто по летнему Вот некоторые мои друзья уже в машинах вчера кондиционеры включали Это не я, нет Какие транзиры? Я с открытыми окнами Вот такие, вот да Ну правда, было очень жарко И вот сегодня такой прогноз, что даже не знаю, что сказать, ребята Потому что он, вот я говорила, что как Близнец Да, близнец, тройняшки В общем, погода совершенно не меняется Мы по-прежнему находимся в зоне Огромного антициклона Вот правда, даже не знаю, что рассказать Есть один такой нюанс Ветер станет сегодня северо-восточным Это, собственно, единственное, чем отличается прогноз сегодняшнего и позавчерашнего Давайте на цифры посмотрим Они тоже практически без изменений По-прежнему теплее всего у нас в центре края В горячем ключе будет до 26, а может быть, даже выше Столбики термометров поднимутся На севере края Ейск, Приморско-Ахтарск, Каневская Тут плюс 21, 22 Синоптики обещают по побережью 21, 22, 23, 24 Только вот в обратном направлении Видите? Вот таким вот образом И по востоку Тихорец, Кропоткин, Армавир, Майкоп От 23 до 25 Возможно, даже и лучше воздух прогреется И в Краснодаре давайте посмотрим Просто посмотрим на прогноз Да, вот такой он у нас чудесный Совершенно весенний Плюс 9, 11 в утренние Часы 24 градуса Обещают нам синоптики в дневное время И вечером плюс 20 Ну просто чудо какое-то Обязательно воспользуйтесь возможностью Сегодня вечерком сходите погуляйте Потому что говорят, что 13-го к нам какой-то фронт забредет А я вот фронт забредет, а я пошла Побыла Спасибо большое, Машенька Спасибо большое Слушай, ну прям теплее, чем в Сочи, в Краснодаре, друзья Друзья, ну а кто только что к нам присоединился Напоминаем, что на календаре 12 апреля День авиации и космонавтики И у нас сегодня в гостях соответствующий гость С которым мы эту беседу и продолжим Друзья, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Леонидович Иванов Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Так приятно, что вы к нам взглянули Сейчас будет интересный рассказ, я уверена Ну, все знают персоны Юрия Гагарина Но ведь надо помнить о том, что там за его спиной Огромное количество людей совершали это событие историческое Конечно, дело в том, что кроме тех, кто создавал ракеты Кто запускал Гагарина в космос Были скромные службы контроля космического пространства Без которых многие проекты были бы невозможны Одна из таких служб была создана у нас Закрытым или секретным постановлением Совета Министров СССР В 1957 году появились станции наблюдения за искусственными спутниками Земли За 4 года до полета человека в космос Да, да, да А зачем же они наблюдали? Уже были спутники в космос? Уже были спутники И именно для того, чтобы узнать, как будет выглядеть наша атмосфера Это мы сегодня знаем, что атмосфера простирается на определенном расстоянии Имеет такую-то плотность и так далее Тогда, когда запускали первый спутник, даже не знали, с чем мы столкнемся Поэтому многие спутниковые программы были связаны именно с наблюдением Движения спутников была теория И то, что давали станции наблюдения, такие как наша Краснодарская Они выдавали информацию, несколько отличающуюся от теоретических Ну а в дальнейшем это все было улучшено И получилось, то есть там 300 какой-то варианта атмосферы На сегодняшний день уже больше тысячи вариантов А та самая станция, которая вот в 57 году была организована, она сейчас функционирует? Судьба ее следующая Ну, Краснодар у нас-то был тогда маленький городок Сегодняшний Кубанский госуниверситет вообще находился на окраине Там были сады, а самого университета еще не было Карасун еще был рекой Вот как интересно Как интересно с вами беседовать Сразу отправляешься туда Так, и что, и что? На пересечении улиц Красноармейская и Чапаева То, что у нас называется Арбатом, недалеко от него Прямо на здании по Красноармейской 66 Находилась станция наблюдения за искусственными спутниками Земли Студенты молодые, аспиранты, преподаватели, участники этих самых наблюдений Естественно, немногие, собственно говоря, сегодня дошли до нас Так как годы все-таки берут свое Идут годы, да Но, тем не менее, в Кубанском госуниверситете из тех, кто начинал наблюдения Сегодня работают как минимум пять человек В том числе наш декан физико-технического факультета Николай Андреевич Яковенко Преподаватели Савченко, Барков, Дорош Это все те, кто в свое время приняли участие Александр Ильич, а вот вы сейчас руководите Центром астрономии и космонавтики Есть такие центры в других городах? Дело в том, что мы сделали первую попытку Когда-то было такое всесоюзное астрономо-геодезическое общество Со временем распался Советский Союз, и это общество исчезло И два года назад мы обратились с предложением к председателю нашего общества Русского географического Предложили им возобновить астрономию в рамках этого объединения И Чайка Иван Геннадьевич принял решение И на общем собрании РГО появился Центр астрономии и космонавтики Вот, знаете, я вас хотел спросить Все-таки, да, Центр астрономии и космонавтики Чем он занимается, какой он приносит пользу? Или там можно только понаблюдать за небесными объектами и спутниками? Нет, ну, во-первых, Центр астрономии и космонавтики при РГО Занимается именно популяризацией астрономии Работает с молодежью Очень много детей проходит через нас Плюс, не будем забывать, что Центр астрономии и космонавтики Это организация общественная А обсерватория, станция наблюдения Она по-прежнему теперь продолжает свою работу В рамках самого университета Благодаря нашему ректору, декану факультета Мы модернизировали обсерваторию Сегодня это один из передовых центров астрофизики Ну вот сегодня праздник В Москве, в Санкт-Петербурге много событий по этому поводу Организованы лекции, открываются новые выставки Музеи можно посмотреть Да, а что будет у нас? Ну у нас в Краснодаре, во-первых, проводится в 17 часов При Кубанском госуниверситете Внизу в ФАЕ состоится лекция Порядка полутора часов Мы будем рассказывать о станции О начале космонавтики, о тех событиях Вот, так что это первый момент А второй состоится в антикафе Типография, это будет уже в 19 часов Вот, лишь бы город был посвободнее Чтобы я успел добраться и туда Там состоится также выступление Перед молодежью Рабочими, так сказать, ребятами То есть, все, кто интересуется Смогут с вами увидеться И получить вот те самые интересные рассказы Которые сегодня частично и нас космонавтики Это невероятно Спасибо Все равно, 60 лет космической практически эры Даже, да, больше Насколько вперед шагнула техника космическая И какие разработки сейчас проводятся И чего ждать Ну, начнем с того, что космонавтика в целом Не только пилотируемая, но и космонавтика спутниковая Сегодня дает нам возможность Ну вот наш эфир Мы только думаем, что по кабелям все идет На самом деле, работа идет именно через спутниковые системы В том числе интернет В том числе, естественно, и связь, которой мы с вами пользуемся Это вот первый вклад того, что сделано Полеты сегодня стали обыденностью Хотя, конечно, каждый полет космонавтов в космос Остается героическим А космический туризм развивается Уже развивается, да К 20-му году планируют запустить отель такой Ну, не знаю, полетим, не полетим Совершенно точно знаю, что сегодня вас тоже поздравляем с этим праздником Вы имеете непосредственное отношение, как ни крути А мы продолжаем и летим на скорости Не знаю, вокруг планеты На скорости света Вокруг нашего эфира Друзья, далее наши юные коллеги Когда-то в советское время мальчики мечтали быть космонавтами Сейчас они мечтают быть блогерами, стартаперами А наши шустрики мечтают быть космонавтами Шустрики далее Всем доброе утро, дорогие наши телезрители И мы начинаем ШУСТРОЕ УТРО! Начинаем это ШУСТРОЕ УТРО вместе с Сашей и Полиной Привет, ребята! Привет! Расскажите, у вас есть ваши любимые телеведущие, на которых вы бы очень хотели быть похожими? Да, у меня есть Это Иван Ургант Так Почему? Потому что он смешно шутит Играет на инструментах, как флейта и гитара Хотел бы ты так же смешно шутить, как Иван Ургант Конечно Да? Пошутить сможешь сейчас? Молодец! Это хорошая шутка Поля, а ты? А мне нравится Тина Канделаки Она очень быстро и четко говорит Вот, на самом деле это очень хороший и нужный навык Потому что за короткое время вы, считай, можете рассказать очень большое количество информации А мы вернемся к теме телевидения сразу после интересных фактов от Шустрика Привет, ребята! Сегодня я расскажу вам о новинке кинопроката в мультипликационном фильме «Славные пташки» Это приключение маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона Судьба сводит их к мести, когда Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг Рыжик уговаривает чудаковатого и вечно блюжащего Гайрона показать ему дорогу в райскую долину Тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму Путь туда таит немало опасностей Постепенно неунывающему Рыжику удается растопить сердце старого отшельника Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьей Которой по силам свернуть горы Уверен, этот мультфильм придется каждому по душе А на этом у меня все, с вами был Шустрик, увидимся в кино Сегодня к нам пожаловали специальные гости Юные телевизионщики из станицы Староминской Ребят, расскажите, как называется у вас кружок и чему вас там учат? Наш кружок называется Студия Ракурс Там мы занимаемся тем, что придумываем темы и снимаем Так, а что за темы? Ну, последняя тема была про президента мы снимали Вам нравится вообще снимать? Да Ребята, расскажите про ваше творчество Может вы снимали что-то совершенно необычное или даже принимали участие в каких-нибудь конкурсах Было такое? Да Так, вот рассказывайте Мы принимали участие в конкурсе «Мать и дитя» Так, это вы сделали какой-то специальный фильм? Да Так, про что фильм? Ну, про... Про «Мать и дитя» Правильно, правильно Так, а еще в каких-нибудь конкурсах участвовали? Участвовали «Снежинка добра» участвовали Что вы там показывали? Ну, мы делали открытки и потом ходили, дарили всем людям Так А что вам больше всего нравится делать на ваших занятиях, в вашем кружке? Ну, наверное, больше всего сниматься на видео Это интересно Так, то есть, когда перед тобой стоит камера, ты что-то ей говоришь, это интересно А может быть, вы пишете сценарий, есть у вас такое? Да То есть, вы каждый можете написать сценарий к своей программе? Да Не каждый Ну, не каждый, конечно Ребята, сегодня вы приехали к нам на экскурсию на наш телеканал Расскажите, что вы уже посмотрели и что вам больше всего понравилось? Ну, мы... нам уже показали одну студию, вот, где много камер Вот, это очень интересно Так, скажите, хотели бы вы оказаться на месте ведущего? Конечно Да? А вот расскажи, допустим, тебе сказали, веди какую-нибудь программу Что бы ты хотел вести? Наверное, «Шустрое утро» «Шустрое утро»! Это очень здорово! Наш Дом детского творчества делает вот такие корзинки из лозы И мы привезли этот подарок для «Шустрого утра» Спасибо вам большое, ребята, это очень, очень ценно и очень красиво Поля, держи, будешь хранительницей этой корзины сегодня Хорошо Спасибо вам, ребята, давайте поблагодарим Спасибо, что приехали к нам И глядя на таких прекрасных, талантливых ребят Мы понимаем, что наше телевидение ждет хорошее будущее Еще раз, ребят, спасибо вам большое, что вы приехали А вас, дорогие телезрители, ждет наша рубрика, которая называется «Я ведущий» Как ты относишься к политике? Расскажи, кто такой Дональд Трамп? Дональд Трамп — это, по-моему, бывший президент США А кто нынешний? Так, а Дональд Трамп? Дональд Трамп — это президент США А Дональд Даг? Нет, нет Кто такой Дональд Трамп? Президент чей? Какой страны? Где-то там Где-то там, за бортом Дональд Трамп? Привилент США Фредсофалл Еще раз, скажем? А можешь еще раз, экзюль, Фредсофалл? Фредсофалл Ангела Меркель Я еще такого не слышала И такого не слышала? Да Что за мужик можешь представить примерно? А кто такая Ангела Меркель? Ангел Америки? Да Типа того Ну, Ангел Америки Ангел Америки? Да Ангела Меркель, Ангела Америки? Почему бы не? Правильно, да А что она делает? Летает Даже Америки? Да Ну, правильно А как-то они с Трампом пересекаются? Как-то да А как? А если бы ты была президентом, какие бы ты законы приняла? Чтобы отменили школу и чтобы все люди были свободными Чтобы можно было водить машины с 14 лет Так Это было бы классно Здорово, да? Да Ну и знаете, можно было бы отменить платеж проезда Бесплатно ездить везде? Да, да, да Тоже здорово Показывал оценку и поехал Дорогие телезрители, на этом у нас все Я желаю вам хорошего дня и отличного настроения Никогда не болейте И будьте ваши мечты сбываются Прям какой-то тост получился, ребят Давайте теперь все вместе скажем название нашей программы Это было Шустрое утро! До встречи, ребята! Пока!